Садовод 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 Какие точно не скажу, ну, садил. Ну, абрикосы, ножи резал. То есть, то же самое, обратите внимание, и этот товарищ что написал? На некоторых высохших корешках появились новые корни. А у того корешки, естественно, ничего не сделалось, они сразу были под землей, росли вниз, а проявилось это тем, что за место замерзших росточков, росточков будущих кроны, появились, новые, из ничего. Так, теперь надо Воронежская область. Ага, заказал кончики Амора сына Манджурса, забыл подписать, можно ли отличить. Отвечай, я сказал, что подвом, подвом, и, наверное, отвечу так. Невозможно. То, что вы посадили Амура, это не Амур. То, что сын Манджурса, допустим, второй номер, это не второй номер. Бесполезно. Еще раз, ребята, спасибо чуть не сказал другу. Хотя, конечно, какой он друг. Давайте. Вот, вот этот товарищ, да, посмотрите. Каждая косточка, одна косточка выдала вот это, вторая превратилась вот в такое, третья в такое, четвертая в такое, пятая в такое. с одного дерева все. Состоятая такая, седьмая такая, восьмая такая, девятая такая, десятая такая. Поняли? Нет? Так ухо. Есть такой товарищ Мажерин, такой, увлекающий садовод, два фильма снятое соучастие. Как он снялся? Вот, я показывал его фотографию в Абакане сделанную. Вот. Он посадил, я запомнил, редкий случай, три года привью, мертвая прививка. Это у меня, влюбленный. Второй год привил, мертвая прививка. Третий год привил, мертвая прививка. И на четвертый год я его продал довольно солидный, такой, знаете, саженец, сильно обхромшал. Он его посадил у себя, но это, одноэтажный, так сказать, Абакан, то есть, частный сектор Абакана посадил и получил Амур. И вот, когда я это вспомнил, друзья, надеюсь, вам это интересно. Вот, когда я это вспомнил, когда я это вспомнил, давайте еще раз прочитаем это письмо. Ага. Амур, как отличить Амур от Сенса Музырца? его манжурец, мой потомок манжурца, прямой потомок, не через сына, не третье поколение, не второе поколение, стал Амуром. Как я тебе скажу, как отличить? А вот, когда вырастут, у вас будет критерий для новичков. Это значит, чем больше лист, тем культурнее. Причем, сын манжурца вот этот может обогнать Амура или наоборот. Но интересно же жить-то, у меня же, поверьте мне, я ничего не выдумываю. У меня год за годом растут, бирка висит, не подхожу, не смотрю, пока не вижу плоды. А потом я подхожу, вижу плоды, смотрю бирку, ёп, это что, опять ветром надуло? Поняли меня? Действительно ветром надувает, я вам потом покажу. Так, прошел час, позвольте мне пойти кипяточку подвыть. Как у Владимира Лича работаю, я уже с Минхгаузем все спрашиваю, по любовь к чаю спрашиваю себя с Лидием. Продолжение следует... Так вот, кстати, в заварку этого чая частично ходят листья шелковицы. Жду новый урожай, как бы листьев, потому что мне удалось быть братом соревнуемся, кто больше сахар сбросит. Мы же с ним настолько похожи друг на друга, что у нас, по-моему, и геном одинаковый. И тогда получается, что мне кажется, что это благодаря заваренным листьям шелковицы у меня сахар удалось снизить до 5-6, чего я уже не надеялся. И про походы к врачу забыл. Следующее. Хочу купить семена уссурийской груши и яблони сибирки. Когда сделать? Ну, уссурийская груша и сейчас есть. Семечка 15 рублей. Стоит ли она того? Я вам показывал, как у меня, у меня легко всходят семена уссурийской груши. Так. А яблони сибирки у меня давно закончились. Почему-то в этом году их почти не брали и стали брать. Вот яблони сибирки. Почему? Ну, наверное, потому что все-таки в такой стране, как в нашей, холодной стране, без этого не обойтись. Так. Сажать. Это он пишет. Теперь только в следующем году. В этом уже поздно. Так. Можно записать в очередь на кончики персика если желательно чернослив. Нету никакой очереди. Я уже говорил. Завекся. Если я начну записывать, то не с первого сентября. Почему? Потому что там поближе к телу, а то на это. Но обещаю. А потом или я этот самый или я или человек может просто раздумать, а я буду для него держать дефицит на кончики персика. Так. Идем дальше. Люба Горчинская. Любая обрезка. Хоть правильно, хоть неправильно. Любая. Вызывает обильный рост молодежи на восстановление. Знаете, это тот самый канал, где больше миллиона подписчиков. Юрий Владимирович знает. Нас там оскорбляли и выживали. Заводите свой канал, а мы тут что хотим, то и будем. А учили там ну честно говоря калечить деревья. Это страшно калечить. Я не могу забыть это самый первый конфликт, когда четыре ветки боковые у семилетнего дерева приказано было отрезать. Не положено им расти ниже 90 сантиметров. Вот. Это было. И вот пройдет годы, уже годы прошли. Уже казалось бы затихло это самое. Я так и не добился от этого нашего того оппонента вот. Где еще сад? Как оно может учить, если сада я не вижу? Вот походить бы по саду, ну хотя бы ну как сказать там, виртуально. От дерева к дереву посмотреть. Вот они по половине веток отрезаны на кольцо и вот все нормально. И у нее там эти ветки буквально рушатся от урожая. Я потом ниже покажу, что такое урожай. настоящее урожай. А ей это неведомо. Смотрите. Я сейчас решил немножко ее поправить. Ответила Любя. Вы абсолютно не правы. То есть любая наша человек, любая обрезка вызывает обильный рост молодежного восстановления. Получается мы не просто добавляются раны, теряется часть урожая, ветки же отрезаются целиком. Значит, теряется патасинтез, теряется глюкоза. То ради чего живет дерево. На глюкозе, в скобках, на сахаре основана вся жизнь. Вся жизнь. Не только из него можно делать самогонку. Наш организм из глюкозы, из фруктов, из овощей, даже из овощей. Вспомните сахарную свеклу. Он делает глюкозу. Глюкоза делает С2H5H. То, что мы называем по-другому. Алкалоиды. Скажем, это более правильное название. И вот любое дерево, у которого часть веток, а она сухие, не сухие, а спящие, и на них никогда не появятся сотни тысяч листьев. Откуда Ольга Исакова это знать? законы обрезки. Это же придумать законы обрезки самая обидная, самая ошибочная вещь на свете. Придумать законы обрезки. Регулировать выросших побегов. Это с каждым годом вырезать. Вот я поправляю мое мнение. Вот их двое, а я на стороне вот этой умнейшей женщины, Люба Корчинская, расцеловал бы, задушил в обязях. Так вот. значит, каждым годом, если так действовать, как вот предлагает эта самая вот эта дама ответила Любе, якобы законы обрезки, это предположить комикозом, паршой, атаковывать на их тучи эти. Как они до сих пор не поняли? Уже сколько мне взял, брат, уже несколько лет прошло, уже эта Ольга попросила не преследовать ее? Ну нельзя же, мы же тебе, я тебе пять фильмов посвятил, Ольга, я тебе рассказывал, приводил сотни примеров, ну не сотни, десятки, десятки фотографий, как в разрезе, в распиле, ну голову морочить, а? Ну нельзя просто замолчать, я тебе предлагал подарить сотни косточек, всех сортов, всех, чтобы ты вырастила сад, чтобы ты попробовала сама, ну разве можно так, Оля? Я уже говорю, что это не как с дочкой, я посмотрел свою фотографию, ты рядом со мной, извините, ну не девчонка, но совершенно молодая женщина, рядом со мной стариком, вот, законы обрезки, тогда я придумал для вас постулат, еще, а она тогда просила, чтобы я документально подтвердил свою правоту, а потом замолчала, а потом, смотрю, стала реже призывать, потом, видимо, не выдержала, надо счета себя, и это, и так, вот это рассчитать противно, управлять, режать, управлять, как можно кроме секатора управлять, наклонять ветки, ну, когда ты наклоняешь ветку, она же выбрасывает вертикальные болчки, как вы можете понять, что с природой нельзя воевать, с ней дружить надо, нельзя гнуть, сразу вертикально вылаживаться, еще хуже, а потом жди, три года, пока заплодоносит вертикальная ветка, и тогда, Оля, последний раз, может быть, вам передадут что-то, но я не могу, вот это, уже умный человек вам взял, вот это сказал, я прям наслаждаюсь, смотрите, вот он, умный человек, любая обрезка вызывает обильный рост, это что, не знаешь, что ли, я бы даже с тобой, бы так фамилиарно не стал бы говорить, но, за тобой оскорбление меня, моего брата, моего сына, это было полемики, конечно, это, почему, как посмели на меня, выпуститься, темирязвики, это, хвост поднять, и тут же оскорбление, ну, извиняться, так и не будешь, поэтому, я только заступаюсь за деревья, я заступаюсь за деревья, как ты к этому отнесешься, может быть, просто, в другой раз не будешь, вот это, про законы обрезки, знаем ваши законы, все, что растет, пенис отрезать, все, что растет, внутрь отрезать, все, что пересекается, отрезать, там еще посложнее, а в это, все середку вырезать, штамп до 19 сантиметров, твои слова, отрезать вот это все, то, что я называю порнографией садовой, это есть твои законы, постулат Железова, брат, опять ругать по мне будет, не смог сдержаться, а попробуй сдержись, когда я за деревья заступаюсь, постулат Железова, все, что вы прочтете ниже, опасно, вредно, или, тут не и, а или, а то меня за экстремист ругать будут, или смертельно для деревьев холодной Руси, опасно, вредно, смертельно, холодная Русь, большая буква, и так, то, что надо забыть раз навсегда, и никакие это незаконы, ошмигивание, скручивание, прищипывание, выковыривание почек, укорачивание, удушение, подрезание коры, обрезка на кольцо, особенно летние, вот эти мероприятия, осенние и зимние, вот, я беру самый вычурный способ, извините, что повторяюсь, ведь, самое обидное, знаете, что, мы седьмой год, общаемся, где-то пять или шесть лет назад, я вам показал эту фотографию, и рассказал, я могу повториться, помните, кто-то брезгли, вообще, я больше ничего нового не узнаю, и заходи сюда, значит, я это видел, раз ты так считаешь, что ничего, значит, ты со мной разделяешь, вот это возмущение, нет, я к тому, что это, пальцы гнет, таких немного, но они есть, гнут пальцы, говорят, повторяйтесь, я нового ничего не услышал, ты эту фотографию видел у меня, друг оппонент, я, это, 74 года, я могу и на ты, всеми, кто это, мне годится в сыновья, вот, садовод, это магазин в Абакане, продавал саженцы, я туда зашел, потому что мне, я болтался по Абакану, как бы этот, чуть ли не сказал, кто, потому что меня жизнь загоняла, возить туда больного человека, и от скуки ходить, ходить, я зашел в этот магазин, у нее, она сидела, и очередному садоводу показывала этот журнал, тыкая пальцем, и я попросил этот журнал, от скуки, я открыл вот это вот, и охерел, я не говорю же, а шалел, я не говорю, удивился, я, когда вот это вижу, есть такое слово, охерел, я просто охерел, посмотрите, здесь примерно 50 вырезанных веток, вот, до высоты, ну, почти, метр, 70, метр, 80, да, так нет, сколько тут корней в этой ямке, вы знаете, что у этого дерева, корни распахиваются на полтора, на метр-полтора, то есть площадь этих корней примерно 2-3 квадратных метра, а здесь обрубки, и вместо того, чтобы вот здесь вот отрезать, сохранить нижние веточки, их, кстати, сохранить, они взяли, а ведь это, там было сколько, сейчас скажу, то ли 20, то ли 50 тысяч подписчиков, не подписчиков, а тираж, вот это вот, показывает, как, учат, 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 смотрите, смотрите сюда, осенняя посадка, он же умрет за зиму, это все действительно умрет, ну, куда ты денешься, а там дальше еще тут, да, тут есть, сейчас, тут есть еще и это, и обрезка зимы где-то, или это было на другой странице, сейчас посмотрю, осенняя посадка, плюсы, минусы, крепкий мороз, может погубить, а нахрена ты тогда пишешь, осенняя посадка, ну, видел же я про это, еще про зимнюю обрезку, ладно, значит, на соседнем листе, так вот, вы поняли, к чему это приводит, как отучить людей от этого, ведь это же научный журнал, мне всегда удивляет, когда, и террасы большие, а там главный редактор, профессор, а консультанты, два доктора наук, еще этих самых, самые скромные, это ученые, тире, агроном, и все это преподносится, вы понимаете, какая-то невероятнейшая подлость, и они никогда не покажут результат, вот они сейчас посадят, вот это вот, да, сфотографируются, что будет потом, да умрет он, чертовой матери, наверное, единственный канал, это даже, не вот эта дама, вот, не вот эта дама, это мой единственный канал, где мы жить с года в год, я же показывал, я привез тележку, четыре года назад, сделал тележку, сверху, холмик, одна тележка, сверху положил саженец, привитый, небольшой, даже не из лучших, а по нашим меркам из худших, потому что, ну, не купили, я его, значит, положил, сфотографировал, фотографии есть, кто захочет, скажет, не верю, не все же видят все подряд, на следующий год сфотографировал, в кино показал, еще год, и, наконец, на четвертый год, я сейчас показывал мощное дерево, которое превратил дерево в сад, и, не считая момента полива, то есть, момента посадки, никогда не поливал, не удобрял, не подходил, посажен на ровное место, то есть, на дерн, дерн, а сверху вот такой ком земли, и, раз, настолько прекрасно, мне пришлось, ограничивать его, вот так вот, но я хитро ограничивал, и вот эти вертикальные, полутораметровые ветки, заметьте, ничего с ним не делал, а тут такие, две мощные ветки, я их отрезал, на них привил, на уровне головы, я сделал две прививки, кто не верит, покажу, я еще буду показывать, как они прижились, не прижились, а в прошлом году, я на ней еще привил, это то, что мне прислал, мой товарищ, вот, значит, там, последняя цифра, телефон, я уж без памяти, 03, помните, уважаемый 03, вот, значит, вы мне прислали, и сказали, это джумба-код, это плоды будут, банка не влазит, ну вот, привил, одна привилка, привилась, вот, смотрим, это все, вот это дерево, и я его из года в год, и у меня таких деревьев десятки, а вот эти люди, для чего вот это все делают, а, выкинуть, это, как это было, выкрасить, да выбросить, вот, а вот это вот, значит, питомник, на совершенно южный, вот, мне так обидно было, еще одна фотография, когда он выращивает сайленсы на продажу, это, я не имел права лицо показать, морального права, это юг России, или, или, или украина, или украина, я так и не понял, ну, фамилия украинская, а, это явно, что, судя по фильму, это самый юг, так вот, и вот он сидит, разговаривает, и вот это вот, там больше метра, для кого он предназначен, ведь это же реклама, продавать, и я уже, сейчас попробую, найти антипода этого, сейчас мы в Финляндию с вами обратимся, вот это моя фотография, смотрите, кстати, видите, небрежно раскидан, этот, зола, это я, Тимошку просил, надо раскидать нормально, и подальше от ствола, ну, придется его отругать, вот эту фотографию я сделал, смотрите, как я делал, эти ветки нижние, они отсохли, но не все, приглядите снимать, вот живая, вот зеленая, вот зеленая, вот зеленая, но, сам принцип, сухие ветки, они не отрезать на концу, вот, дальше идем, сейчас поймете к чему, мы сейчас Финляндев съездим, вот, вот эта вот фотография, тоже моя, значит, обратите внимание, здесь чуть-чуть лучше, и вот эти нижние скелетные ветки, они никогда не дадут дереву умереть, я уже показывал вам, на 2 сантиметра, уже отрезал полностью мертвое, а снизу мощные ветки, вот, и это очередная фотография, просто для количества, вот, сейчас мы до Финляндии доберемся, а еще одна, вот эти вот волчки, да, они, вместе с, они вызывают, уже не непрежда, не ошибка эта, ненависть, такая же ненависть, как и ненависть к этим самым, ой, все, я повторяться не буду, но волчки эти, это ненависть, не понимая, что вот видите, вот эту страшную рану, вот она выше, это значит, что дерево переходит на запасной вариант развития, оно находит почки, кто-то считает, что я ошибаюсь, что это спящие почки проснулись, пусть так считают, спящая почка проснулась, значит, она заплодоносит, на второй год, если на третий год, значит, это мои наблюдения, значит, из клетки, клеточный материал, вот, посмотрели, и не дай-то Бог, не дай-то Бог, вот это вот, еще один человек, он, наверное, добрый по жизни, наверное, он хороший семенин, вот, но если он профессиональный садовод, то он не просто уничтожает самое ценное, что есть на дереве, это ветки, дерево практически, оно страшно больное, здесь плохо видно, он фотографировал, я с этой самой, картинка эта была, ну, как сказать-то, то есть, я остановил съемку, и сфотографировал с экрана, я не могу все показать, я не могу показать, изувеченное больное дерево, отрезаны все ветки, зачем, я уже два раза показываю, это вот болезнь, которой я противостою, с помощью чего, с помощью доказательств, вы скажете, я только потом отрезал пару сухих веток, они упирались в забор, сухих, а как так получилось, а вот забор-то и виноват, из-за этого забора, ну, где-то, 40% времени, в тени находится, это вы видите, солнышко, а первые полудня, в тени, в тени, в тени, вот, и когда дерево в тени, оно ползет вверх, 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 и только добравшись до солнца, дает вот такую крону, а то, что попало в тень, отсыхает гораздо быстрее, вот, так что, не ловите меня за это место, вот, и тут как раз присылают несколько фотографий, извините, я выбрал одну, показать всем, нельзя так близко, так близко садить, вот, тут с одной стороны санцепек, но с другой стороны, все-таки, все-таки с другой стороны, ну, в общем, не нормально, это тоже не нормально, я вам сколько раз говорил, это бывший питомник, я специально оставлял в крае, у меня места не хватало, и я не мог позволить себе, много занимало, если бы, я же рассказывал, Сергей, на третий-четвертый год уничтожает часть питомника, ага, не удалось продать, а они же растут, зараза, и он уникальное деревья выпиливал, а я хитрее, я по краю оставлял, я вам уже не раз показывал такое, вот, и это оставил, а все на ней мешают, а соседи-то не обижаются, вот, все, что-то падает, никакой обиды, представляете, никакой обиды, я с этой стороны собираю, они с той стороны собирают, и никаких путешествий в этот, суд, заявление о ней, как они посмели, ближе, там, два-три метра, мне надо уметь знать, что садить, дальше, и так, я считаю, меня спросили, я ответил, отступили бы еще хотя бы метр, стоит ли пересаживать сейчас, тем более, они к прививке не пошли, стоит ли сейчас пересаживать, я не знаю, может быть, уже не стоит, может, тот же принцип, когда-то вылезет вверх, вот, жалко, и пересаживать, калечить, тоже бы не хотелось, и вот она Финляндия, посмотрели, видите, штамба нет, видите, штамба нет, вот, штамба нет, видите, вот, а как было дело, несколько лет назад, как мы подружились, что она мне написала, а эта женщина живет в Финляндии, вот, так, справа груша Ольга, слева подарок Петербурга, купленная с высоким штамбом, присылала мне сразу, со штамбом, и голым штамбом, дерево стало обрацательными, ветками книзу, в этом году такая красота, к дереву не подходило, а вот в 2018 году-то мы и познакомились, и вот благодаря вашей технологии, у меня растет сад, надеюсь, на урожай осенью, спасибо, урожай осенью за обучение, за вебинары, но я сказал, что ваше письмо на вебинаре, я зачитаю, почему, потому что это очень важно, здесь был абсолютно голый, почти метровый штамб, фотографию я показывал, потом она мне дала ссылки на крупный, очень плодопитомник, который выращивал, все обязательно, уничтожает штамб, я рассказывал, как чисто машинная технология, это не наша деревенщина, это машинная технология, машина едет, а она имеет тут колесо, тут колесо, а здесь вот такой п-образный, значит, этот самый, она должна проехать, как над саженцем, вот, а обрабатывает как, вот этот метровый штамб, который искусственный, режет, 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 это все делается таким образом, он им мешает расти, то есть нижние ветки отрезают специально, это машинная технология, специально отрезали, продали, нет, выкопали, и метровый штамб, выше еще полтора метра, да, Люда, вот, то есть где-то два с половиной, и вот, а вот такой курсовый, два с половиной метра, приезжает в Петербург, по 8 тысяч покупают, а она-то оказалась, петербургцев что ждут, ну, скорее всего, он просто должен погибнуть, почему у нее не погиб, я сказал, руки просят, не трогайте штамб, она мне поверила, штамб, основа, оброс, и это, как положено, по природе, и с самого начала, они совершают большую ошибку, ради внешнего вида, это принято в Украине, это принято, да, этот, Иван Федорович, Кирилл, подскажите, вы же фотографии присылали, с огромными штамбами продают у вас в этом самом, в северном Казахстане, вот, и вот он Петербург, все, везде, везде, считается, что если саженец не имеет искусственного искалеченного штамба, это обида, это беда, это, значит, он не полноценный, все наоборот, но мы с вами дачники, и вам спасибо за эту фотографию, дождались же, и заплодоносило, вот, а эта фотография моего сеянца, это сеянец априкоса, вон, это было 16, 11 дней назад, вот, а это самое надежное, эти, и вообще по барабану, а полноценный, я специально говорю, на четвертый год, а то меня спрашивают, а им уже доказывать, что надо, а вот я читал, на восьмое, десятое, на восьмое, десятое, в лучшем случае, на шестое, восьмое, ну, читали, вот, за нас, часть работы, выполняет мороз, я, к сожалению, здесь не могу вам, не имею моральное право, и так, один из вас, прислал мне, сфотографировал, четыре страницы, из книги, самого классического, классика, царство ему небесное, садовода Сибири, самого классического, из классиков, вот, и там четыре страницы, и там на этих страницах все собрано, и осветлять крону, и это самое, и резать на концу, и даже есть схема, вот, и чего там только нет, но этот человек, который писал, сказал, я придерживаюсь ваших взглядов, что он просто 19 век, там, ну, первая половина 20 века, вот, он просто ошибался, то есть он признает, что, ну, время такое было, но сколько у них, у этих учеников оказалось, ведь не может человек, я фамилию не называю, это фамилия, это уяковеченная во многих местах, вот, но не может человек такой ошибаться, ну, не может, а он сибиряк, какие к черту в Сибири эти самые, обрезки могут быть, и вот тогда получается, почему у меня, подхожу ближе, он засвел на четвертый год, да просто, да потому что у нас, вместо секатора, его роль, а секатор это калечение, и приближение по отношению, вот, его роль выполняет мороз, вот и все, ему очень неуютно, даже мазурские абрикосы здесь неуютно, одно из этих, помните, я там список посылал, что все в виде обрезки, так вот, вот это вот, видите, удушение называется, вот, нет, сейчас скажу, есть два термина, удушение и, удушение, забыл, ну, даже слово удушение звучит, и вот сек удушивал, удушивал, а потом показал нам фильм, хотите, чтобы быстрее плодоносило, вот делайте это удушивание, потому что, да, сок будет подниматься, а обратно не будет опускаться, и будет лучше плодоносить, я более, я не говорю, что это, я хотел такими терминами, скажу, самым бежевым термином, это страшная ошибка, давайте передаем вас где-то в шее, вот здесь вот накинем, ну, душит обычно шарфом, потом говорят, детектив называется, шарф забыл кто-то, а кто-то задушил, где угодно, на руке, вот здесь вот, возьмите, нитки суровые там, возьмите проволоку вот так вот, и ждите, когда у вас что будет, кроме отмирания, дальше несколько слов пропускаю, есть такое выражение, идиоматические выражения, в скобках мат, пропускаю, вот тут попробуйте, вот тут попробуйте, вы что думаете, когда вы дерево-то душите, оттуда оказывается, вверх пойдет сок, а оттуда уже не пойдет, сок останется там, Вы вдумались? И дерево будет быстрее плодоносить. Перед смертью, конечно, будет быстрее плодоносить. А теперь посмотрите на размеры этого дерева. Ему что, плодоносить пора? Разве ему пора плодоносить? Ему расти и расти. Очень-очень быстро. Покупаю дачу. В 1984-1985 году еще сада нет, только бегаю по рынку. Растет еще быстрее. Потому что это очень важно. Растет 5 волосиквишин. Из них в Сарградце зима. Три замерзла, две остались. Самые кислые остались. И одна единственная яблони, белый на лиф. Мне где-то по грудь, значит, три ветки горизонтальные, штук 40 этих самых плодиков. Они не успели вырасти, мы их сыграли зелеными. Вот. На третий год. И привитая была на что-то. Дальше я думаю, ну все. На четвертый год, раз было 40 яблок, будет у меня 100 яблок. На пятый год 200 яблок. Бог, это я себе. Вот видите, я себе показываю, чтобы не обиделись. На четвертый год ни одного яблочка. На пятый год ни одного яблочка. На шестой год 5 яблок. Они были вкуснейшие, невероятно. Крупные, отборные. Даже с розовым оттенком. И на шестой год под 100 килограмм. Так вы понимаете, что это... Мне Бог посылал такие примеры. У меня их сотни, сотни. Вся моя жизнь примеры. А, открою вам секрет. Я собрался продолжить. Но придется аудио. Больше книги издавать некому. Денег нет. Но это будут рассказы бывалого о спасателе. Да, я профессиональный спасатель. Вот. Значит, металлурга. И тоже еще рассказать. Значит, это касается... Ну, помните, есть такие термины. Коррозия металла. А я придумал термин. Коррозия деревьев. Ну, и так далее. Вот. Потом, значит, еще кого? Значит, человека, который сам себя спас, вытащил с того света. Это, значит, медицинские советы. Около медицинских... Спаса... Это... А сколько у меня примеров таких? Вот это только один из них, что я сказал, что я покупаю дачу. А там яблонька. Она на третий год дала 40 штук. Потом три года не плодоносила. Потом дала 100 килограмм. Так, ну, это... Я же не знал, что такое обрезка. Я же не душил его. А если бы душил, я бы получил на шестой год 100 килограмм. А? Оно росло себе уже после этого. Год, два, три. Мощное дерево. Это же... Вы знаете, что белое наливо? Это мощное дерево. Не боится морозов. Это чудо и сказка. Это одно из... Для себя одно из лучших. Это первым ряду должно быть. Чуть-то не первым номером должно быть. Вот. Видите, сколько я рассказал? А всего здесь полезного, что было? Нельзя душить. Нельзя... Что ж ты делаешь-то? Заставить плодоносить. Заставил, дохнет, значит, даст плоды. Передали себе. Подожди. Подожди. Вот. Может, правда родишь? Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok